Добро пожаловать в наш канал! Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз беседы с батюшкой» в студии ведущий программы Александр Черепенин и Иерей Андрей Лысевич, проректор Московской Духовной Академии по лицензированию и аккредитации. Добрый вечер! Здравствуй, Александр! Отец Андрей, давайте сегодня поговорим о двух таких знаковых фигурах для всего христианского мира, для христианства, для истории христианства. Поговорим сегодня об апостолах Петре и Павле. Прекрасная тема! И первый вопрос, мы постараемся рассмотреть их в разных аспектах, но первый вопрос, такой немножко из закона Божьего. Подскажите, к числу каких апостолов относится апостол Павел? Апостол Петр мы знаем, это апостол из 12, а вот к числу каких апостолов относится апостол Павел к числу 12, к числу 70? Ну, следует признать, что апостол Павел не относится ни к тому, ни к другому числу, ни к тому, ни к другому кругу апостолов и является как бы особо призванным на служение апостольское. Сам апостол Павел себя именует апостолом, и это действительно законное именование апостола Павла именно, потому что слово апостол означает посланник, тот, кого послал Иисус Христос. И действительно апостол Павла спаситель послал, когда он его призвал на дороге в Дамаск, то апостол Павел был послан Христом, вот в этом смысле действительно является истинным апостолом, хотя не относится формально ни к кругу, ни тех, ни других, он особенный. Получается, если у нас 12 плюс 70, это 82, то он 83 апостол. Знаете, Александр, здесь немножко сложнее все. Дело в том, что вот в еврейском исчислении при переходе с еврейского исчисления в римское исчисление имеются ряд некоторых трудностей, связанных с ментальностью разных цивилизаций. И вот существует такое, в общем-то, обоснованное в некотором смысле мнение, что вот апостолов от 70, это у святых отцов есть в некоторых местах, их было на самом деле 72. Потому что для еврейского числового, так сказать, мира 70, это неровное число, 72, ровное число, кратное 12, и поэтому вот на самом деле их было 72. То есть тогда тут просто довольно сложно все, вот если так нумеризовать, найти конкретное число апостолов, я думаю, что будет непросто. Какая-то схожая история, кажется, есть с переводчиками Библии на греческий язык, да, их тоже 70 толковников или 72 толковника. Да-да-да, именно та же самая вот история, действительно. Кроме того, от 72, вот там есть слова спасителя, где Господь говорит, что после беседы о хлебе жизни некоторые ученики отошли и больше не ходили за ним. Есть вот одно из толкований, в частности, вот у автора, которым я занимаюсь, он в россиасты, что отошли от Христа либо все, либо частично вот эти, кто-то из этих апостолов, из 70 или там 72. Таким образом, как вот из числа 12 был один предатель, так и из числа 72 тоже было какое-то количество апостолов, которые не последовали за Христом до конца. Например, эти самые два? Ну, нет уж. А скажите, вот пример апостола Павла, как человека, не бывшего очевидцем земной жизни Спасителя, но посланного в качестве апостола на проповедь, говорит ли нам о том, что и мы все в какой-то степени посланные Христом на проповедь тоже апостолы? Да, мне кажется, что вот самое главное содержание праздника апостолов Петра и Павла или одно из главных, там очень много смыслов, это как раз вот этот некий призыв нас, христиан, каждого христианина быть апостолом. Апостолом в своем роде не по праву чести или какого-то самовозвеличения, а вот по своему служению, по своему деланию, которое мы в этом мире обязаны совершать. Ведь Христос говорил, идите и научите все народы. И вот эти слова однозначно относятся ко всем ученикам Спасителя и к нам тоже в том числе. Мы вот постимся перед праздником Петра и Павла и вот теперь празднуем так торжественно, и вот это все как бы готовит Церковь к тому, чтобы после дней воспоминания спасительных страданий Спасителя, после дней воспоминания Его Божественного Воскресения, воспоминания схождения Духа Святаго, как бы вооружиться постом и молитвою и выйти на проповедь. Проповедь в данном случае не только некое шествие по непросвещенным городам и весям, а проповедь как преподание примера своей жизни, христианской жизни, нестеснительное исповедание имени Иисуса Христа, Бога нашего, перед нашими близкими, и это тоже все является неким служением проповеди. То есть вот иногда спрашивают люди, а как я могу проповедовать, как я могу стать апостолом, вроде бы я всего лишь мирянин. Все очень просто на самом деле, когда простой мирянин делает хорошо свое дело, свой труд, свою работу, исполняет свою специальность добрым образом, и не стесняется своего христианства, не стесняется сказать в среду и пятницу, что, дорогие коллеги, я вот сегодня не могу есть мясо, не хочу, я не буду. Почему? Ну, я пащусь, вся церковь пастится в этот день, и я тоже пащусь в этот день. Там бабушки старенькие, 70-летние, воздерживаются от масла растительного, ну, я тоже сегодня мясо есть не буду. Не стесняется сказать о том, что вот сегодня праздник такой торжественный, радостный, память апостола Петра и Павла, или какой-то другой праздник, там, Успение Божьей Матери, или еще что-то. Вот что в церкви это праздник, это торжество. То есть, если обратиться к примеру, этому примеру работы, то мало просто делать свою работу хорошо, нужно еще каким-то образом заявлять окружающим, что я делаю хорошо, видимо, не из любви к работе, или из любви к себе, или еще какой-то любви, а из-за веры и убеждений, из-за того, что я христианин, поэтому я делаю хорошо. Я думаю, что даже не то, чтобы заявлять, это такой несколько протестантский образ, конечно, а просто не скрывать хотя бы-то. Потому что для нашего русского христианского мироощущения, конечно, свойственна такая особая скромность. И как-то, быть может, это наложили как отпечатком года советского лихолетия, 70 лет гонения на церковь, когда, в общем-то, большинство учеников были тайными учениками спасителя, вынуждено. Может быть, как-то и история, так сказать, имперской России, когда не нужно было, собственно, заявлять о себе как о христианине, потому что все вокруг были христиан. Вот. И в этом смысле мы вот как-то более такие скромные. И я думаю, что главное здесь просто не скрывать то, что ты христианин, то, что ты соблюдаешь закон Божий, то, что ты соблюдаешь постановление церкви. Просто не скрывать это, не стесняться это, потому что это важно. Важно, чтобы это как-то звучало в обществе о том, что действительно есть люди, которые соблюдают закон Божий, и живут они добросовестно, честно, и они живут счастливо и радостно, потому что закон Божий является источником блаженства, источником радости для человека. Вот вы упомянули эпоху гонений в русской церкви, в советские годы. А как сочетаются тайное ученичество, да, быть тайным свидетелем Христа, тайным христианином, и исповедание веры, по примеру, апостолов, в частности Петра и Павла? Ну, я думаю, что они сочетаются, простите, так сказать, тоже из области, может, не совсем духовной, как кинетическая потенциальная энергия. То есть, когда человек живет христианственно внутри себя и не имеет возможности просто даже признаться в том, что он христианин, потому что это повлечет за собой какие-то очень тяжелые контрибуции, по отношению к его родственникам, близким, знакомым, не только к нему самому, то это, я думаю, что сильно томит дух настоящего христианина. Когда человеку приходится так или иначе скрывать свое христианство, как Никодиму и Иосифу, и впоследствии, на самом деле, на протяжении истории церкви очень многим людям, это очень тягостное служение. Дух такого человека томится, и это напряжение как бы сжимает его, как пружину в какой-то момент. Я думаю, что вот тоже из примера евангельского, да, Никодим с Иосифом, в какой-то момент эта пружина как бы выстреливает, и человек переходит в активное движение, он говорит, что я не могу больше молчать, когда я вижу, когда Христа распинают, когда я вижу, что его оскорбляют, унижают, его бросают как просто преступника на кресте, то я не могу остаться в стороне, я не могу молчать, я должен сделать то, что я должен как христианин. И в этот момент, скажем так, вот он становится явным апостолом. Это такое вот действительно, на самом деле, взаимное служение, которое взаимосвязано, но связь эта, может быть, не столь очевидная, она является связью на основании любви по отношению ко Христу, и в том, и в другом случае. Вопрос следующий сложный. Скажите, на основании всего, о чем мы сейчас говорим, надо ли открыто исповедовать свою веру под угрозой собственной жизни? Ну, смотря что, здесь какая ситуация имеется в виду, однозначно, христианин, если вопрос стоит ребром, скажем так, то настоящее христианское поведение – это исповедание веры, христовое исповедание своей веры даже под угрозой смерти. И мы как раз и почитаем, собственно, мучеников, да и апостолов Петра и Павла, почитаем во многом и за это тоже. Сколько раз апостол Павел был побиваем камнями, бросаем диким зверям, терпя унижения и опасности от лжебратьев и от врагов. Сколько раз и апостол Петр, очевидно, претерпевал различные опасности и трудности. В конечном итоге один был распят, а второй был обезглавлен. Тоже это для нас является таким сигналным призывом к тому, что в какой-то момент мы можем, наверное, промолчать. В какой-то момент мы можем не обострять ситуацию. Но в какой-то момент это сделать будет невозможно. И это надо понимать. То, что до какого-то времени, в принципе, Господь, может быть, не требует от человека явного исповедания. Сделать какой-то явный выбор. Вот такой вот тяжелый, страшный выбор между жизнью и смертью. Но в какой-то момент наступают такие, может быть, трудные испытания, когда, может быть, не у всех, но когда человеку действительно приходится сделать выбор, что для него дороже – Христос или какие-то блага земные, или сама жизнь даже. И в этом смысле дай Бог каждому христианину иметь крепость. Дай Бог и мне тоже, я прошу Господа, чтобы мне быть сильнее обстоятельств в этом отношении. И никогда не подастся лукавым посулам века сего, чтобы действительно всегда исповедовать Спасителя и ради Него жить, ради Него всю эту жизнь продолжать. Да, помню тебе апокрифическую такую историю из жития апостола Петра, когда он уходил из Рима, потому что, опять же, побоялся претерпеть какие-то страдания за Христа. Ему навстречу шел Христос, он так удивился и спросил, куда ты идешь. Он ему сказал, что иду вместо тебя в Рим пострадать. Получается, вот это нам тоже такой пример, да, что в определенный момент человек сталкивается с выбором, и, наверное, надо сделать выбор соответствующей вере. Однозначно, но это всегда очень сложно. Также мы вспоминаем другой пример апостола Паула, который говорит, что я давным-давно желаю разрешиться и со Христом быть, но ради вас я понимаю, что мое служение нужно вам, я продолжаю свою жизнь. То есть христианство – это не расточительство жизни, конечно же. Видя пример страдающего Спасителя, видя пример умученных апостолов и святых мучеников, христианство не является расточительством жизни. Для христианина эта временная жизнь имеет колоссальную ценность, потому что эта жизнь может быть инструментом служения Христу и проповедания веры. Но, с другой стороны, когда действительно эта жизнь уже становится не путем к служению Христу, а путем к предательству Христа, тогда христианин, конечно, должен избрать именно Христа. Если в ситуации такого выбора человек чувствует себя, скажем так, немощным, боится, что когда этот выбор встанет, он не сможет сделать выбор соответствующей вере. Но все-таки согласитесь, что идти на смерть – это достаточно тяжело и требует определенных душевных сил. Как церковь отнесется к такому человеку и к такой его внутренней борьбе? Часто бывает так, что человек, который сомневается на берегу, оказывается очень способным грибцом в море. И наоборот, который хорохорится на берегу, при первой же, так сказать, встряске, начинает вопить. И поэтому я бы сам никогда не стал говорить о себе, что и как, в какой ситуации я буду делать. И также я думаю, что не стоит человеку преждевременно обострять внутри себя эту проблему, эту вот антиномию жизни или Христос. Дело вот в чем. Когда Спаситель сам же говорит нам, не бойтесь, когда поведут вас перед владыки и цари, а помните, что тогда вам будет дана благодать Святаго Духа, что отвечать и как говорить так, что невозмогут противиться вопрошающие вас. И в этом смысле именно Дух Святой укрепляет в таких случаях, в таком сложном выборе. На самом деле жизнь христианина, она складывается ежедневно с таких выборов. И апостолы также, они вот, и мученики, они не единомгновенно принесли себя в жертву. Мученичество – это ежедневное служение христианина. Почему? Потому что каждый день тебе приходится отказываться от того, что я хочу. В пользу того, что желает Бог, что изволит Бог. В пользу того, что согласно закону Божию. Вот это мученичество, оно происходит каждый день. Каждый день человек говорит, вот я вот, быть может, хотела поступить вот так вот. Разругаться с кем-то, высказать правду матку в глаза, обидеть кого-то, уйти от кого-то, снять с себя ответственность, ответить злом на зло тому, кто уже давным-давно мне совершает зло какое-то, уйти от каких-то трудностей в своей жизни и так далее. Но я этого не буду делать не потому, что кто-то мне скажет, какой ты плохой, или кто-то услышит, узнает, а только потому, что так запретил делать Христос. Только потому, что Спаситель сказал мне, не уби, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй, не лжесвидетельствуй и так далее. Чти родителей своих, да, и первые заповеди, которых, кстати, забывает, есть Бог твой, не створи себя кумира, почитай седьмой день, не произноси имя Господа Бога твое всуе. Вот, то есть, это все является для нас инструкцией жизни. И мы это делаем не ради кого-то из людей, а ради Христа исключительно. Получается, что и благодать Святого Духа, которую Господь обещал, что она будет помогать отвечать на судах и укреплять в страданиях, то есть она укрепляет нас ежедневно в этом ежедневном мученичестве. Да, да. Если человек памятует о Христе, помнит о том, что он это делает ради Него, то, конечно же, Дух Святой укрепляет такого человека. И если мы грешим, то мы лишаемся этой поддержки и помощи. А если же совершаем добрые дела, то укрепляемся на этом пути. Мне все вспоминается, одна очень такая история из жития, мне кажется, я неоднократно о ней вспоминаю, что были два христианина в эпоху гонений, и они были в ссоре. То есть два благочестивых, вроде бы, человека, но, тем не менее, у них была внутренняя ссора. Вот однажды одного христианина схватили, повели на казнь, и тот отказался поклониться идолам и мужественно исповедовал себя христианином. Вот его ведут на казнь, и тот второй его друг, вернее, не друг, а наоборот, так сказать, враг, врагом тоже не знаю, оппонент, скажем так, увидев это, воспылал к нему таким глубоким уважением, подбежал к нему и сказал, брат, ты, я не ожидал от тебя, я думал, что оттуда, оказывается, ты вот такой, я просто преклоняюсь перед твоим мужеством, ты молодец. А тот, увидев своего вот этого вот оппонента, вдруг воспылал ненавистью, злобою, и не только разозлился на него, но и отказался от мучения, отказался от Христа и поклонился идолам. То есть он был укрепляем благодатью Духа Святаго и шел на подвиг, а здесь он пустил в сердце свою злобу к брату своему, и сердце его погрузилось во тьму, таким образом лишился он и помощи, и благодати Божией, и не смог дойти до конца в свой мученический путь. Это вот тоже такой для нас пример. А второй, соответственно, наоборот, пошел за него страдать. Не могу точно сказать, вот продолжение этой истории я сейчас не вспомню. Есть просто, мне кажется, несколько таких историй, есть достаточно схожих, где один в итоге отказывается от, хотя будучи вроде человеком благочестивым, отказывается от казни, а второй, наоборот, на нее идет. Но вот в том примере, который вы привели в этой истории, человек воспылал ненавистью, то есть он как будто бы ослеп в этой своей злобе, он как будто бы перестал вообще, он забыл вообще, зачем шел, как он здесь оказался абсолютно. А как в этой ситуации прозреть? Как в этой ситуации вспомнить, наконец, вот это же, у него же была благодать Святого Духа, она его укрепляла, но он впустил в свое сердце злобу. Как ее изгнать, чтобы вернуться к состоянию, укрепляющей благодать Святого Духа? Ну, конечно же, это, наверное, уже сложнее, чем не впустить. И в этом смысле помысел, который поселится в душе человека, уже пускает корни, растет как дерево, и когда это дерево маленькое, выдрать этот росток легко, а вот когда оно пустит корни и укоренится, то выдернуть его крайне сложно. В этом смысле, во-первых, конечно, нам нельзя пускать злобу и осуждение по отношению вообще к любому христианину. Мы зачастую так очень легко разбрасываемся какими-то словами, говорим о тех, о других, о третьих, и о священниках, о епископах, о митрополитах, еще о ком-то. Вот человек легко вполне себе может какие-то суждения выносить, не зная ничего, по сути дела, на самом деле о жизни такого человека и об искушениях, тем более о духовной внутренней жизни этого человека, ничего не зная. И таким образом, как бы вот это семя ненависти уже влагается в душу человека. А это семя не просто семя. Это некий маленький-маленькая дверка, через которую дьявол входит в душу человека и начинает изнутри уже руководить ей, управлять ею. Потому что в таинстве крещения дьявол изгоняется из сердца человека, а грехами вновь входит в него и начинает властвовать над человеком так или иначе. И в этом отношении проще не пустить дьявола в свое сердце и в свою жизнь, чем изгнать его оттуда. Но если так случилось, что человек уже впустил в свое сердце ненависть, я думаю, что здесь нужно, скажем так, работать на разных уровнях. Во-первых, следует остановиться на уровне деяний, чтобы не сделать то, что требует враг рода человеческого. Впоследствии постараться воздержаться от того, чтобы на словах, на языке как-то оскорбить и обидеть кого-то. И дальше, конечно же, этого недостаточно. Дальше необходимо работать на уровне души, на уровне духа человека. При помощи молитвы, при помощи исповеди, причастия сты христовых тайн, покаяния духовнику, может, пастырской беседы с духовником. Иногда человеку действительно требуется излить какое-то свое негодование, но не в лицо тому, кто это негодование вызвал зачастую, а стороннему человеку. Вот духовнику, в редких случаях, может быть, собрату по вере, опытному, который мог бы не поддержать человека в его ненависти и злобе, а помочь ему с ним побороться, как-то успокоить такого человека. Вот таким образом постараться преодолеть в себе вот это вот греховное начало, преодолеть в себе злобу и обиду на человека другого. И вот к вопросу о грехах, которые человек вообще впускает в свое сердце, давайте вспомним пример апостола Петра. Как же так получилось, что самый верный, первый ученик, первый по статусу, ставший впоследствии первоверховным, одним из двух первоверховных апостолов, как так случилось, что он предал своего учителя? Причем этого не сделали даже другие ученики, те, которые были, скажем так, средние. Они все, конечно, были по-своему, каждый в чем-то индивидуален, но они все признавали определенное первенство Петра в своей общине. Но, тем не менее, именно он, старший среди них, предал Христа, своего учителя. Почему так? Что произошло в его сердце? Что он до такого? Ну, пошел он такое? Да, но тут, конечно, трудно говорить о духовном, вернее, невозможно говорить о каком-то духовном первенстве Петра. Конечно же, апостолы были равны между собой, они получили одинаковую власть, одинаковую благодать. Другое дело, что Петр действительно более активный и яркий. И вот мы слышим о его таком горячем рвении, о его стремлении исповедовать Христа и его стремлении служить Христу. Как раз, наверное, тот самый случай, когда человек так очень пылко высказывает свои добронамеренные эмоции, а потом, когда приходит время гонений и тяжелых испытаний, иногда оказывается слаб перед ними. И, собственно, пример апостола Петра во многом для нас и утешителен, поскольку ведь Петр покаялся и вернулся в число апостолов и продолжил свое служение действительно для стада Христова. В этом смысле каждый человек, который в своей жизни переживает падение какое-то, отпадение от церкви или даже предательство Христа, имеет для себя ходатая вот такого великого первоверховного апостола Петра, который сам, будучи ставший предателем на какой-то момент, смог найти в себе силы вернуться ко Христу и войти вновь в число апостолов. Но ваш вопрос связан с тем, как произошло, то есть вот этот генезис, так сказать, греха в апостоле Петре, это вот доподлинно ответить на этот вопрос невозможно, на мой взгляд, потому что каждый раз грех является для нас как неким иррациональным явлением, неосмыслимым, непонятным. Вот человек почему-то делает такие, совершает такие поступки, совершает такие деяния, которые просто никак не сопоставимы с логикой и с разумом. Вот простой вопрос. Если Петр рассчитывал предать Христа, так зачем было идти во двор первосвященника за ним? Надо было тогда сразу уйти, как за это сделали остальные апостолы. А если он пришел во двор первосвященника, наполненный врагами Христовыми, так что ж тогда ожидать от этого? Ну, надо идти до конца тогда на смерть вместе с ним, как и исповедовал изначально. Но вот и получается, что этот поступок, он иррациональный, он непонятный до конца. Как это происходит? Очевидно, Петр все же изо всех сил хотел последовать за Христом. Изо всех сил желал исполнить то обещание, которое он дал Спасителю, что даже до смерти за тобой последует. Даже если все тебя оставят, я вот буду рядом с тобой. Изо всех сил хотел этого, и поэтому он пошел на более опасный и строгий подвиг, нежели прочие. Прочие просто разбежались. И, видимо, исключая апостола Иоанна Богослова, который, собственно, вот и все же оказался таким тихоней, таким тихим, но тем не менее дошедшим до конца со Христом. И он пошел на какой-то более возвышенный подвиг, но оказался не способен понести этого более высокого служения. И вот отрекся от Христа. Но, опять же, еще раз хотел бы сделать акцент. Он смог покаяться. Смог покаяться перед Христом. Вот интересный, кстати, момент. Ведь Иуда же тоже покаялся. Раскаялся. Ну, раскаялся. То есть, в чем разница? Ведь и Петр предал Христа, и Иуда предал Христа. И Петр раскаялся, и Иуда раскаялся. В чем разница? Один предатель, а другой – первоверховный апостол. Видимо, в том, что Иуда не стал меняться. Я думаю, что прежде всего это связано с тем, что Петр покаялся перед Христом, а Иуда – перед иудейскими первосвященниками. И иудейские первосвященники показали, что они могут в этом отношении. Они сказали, нам-то какая разница, иди отсюда. И на этом тем самым действительно просто до конца сломали душу человека и подтолкнули его к самому тяжелому греху, который запечатлел его вот это духовное ужасное состояние. А Петр покаялся перед Христом, и Христос простил его, даровал ему прощение, даровал ему всецелое исцеление его естества, его духа, души, тела, и возвратил его в число апостолов. То есть тут ключом является именно покаяние перед Христом. Именно поэтому, собственно, так важно нам, совершив какой-то грех, не просто где-то там кому-то рассказать, знаешь, так вот было, так получилось. Потому что люди нас не поймут, а покаяться перед Христом, прийти на исповедь к священнику и получить разрешение своего греха и вернуться вновь в свое достоинство православного христианина. По сути, апостольское. Апостольское достоинство, да. Когда читаем строки о том, как вот происходят эти диалоги во дворе первосвященника, и как Петр как бы невзначай предает Христа, возникает ощущение, что он, ну, как бы не осознает, что он делает. То есть он просто, к нему подошли, просили, ты с ним? Он сказал, нет, нет, я не с ним. Петр как будто не был каким-то осмысленным предательством, вот в отличие от того же Иуда, например, да, который целенаправленно пошел к первосвященникам и договорился с ними о том, что он укажет на того, кто Христос, чтобы они могли его арестовать. Петр как будто делает это невзначай. Понимал ли он, что он совершает? Или, как часто бывает в жизни, находясь, совершая грех, находясь во грехе, не отдаешь себе отчета, что это грех? Знаете, мне кажется, что даже поступок Иуды был не вполне осознанным в этом смысле. То есть вот враг рода человеческого всегда действует таким образом, что он подталкивает человека через какие-то желания к какому-то поступку, какой-то он это оставляет его. Человек один остается на краю пропасти и сам зачастую делает шаг либо туда, либо обратно. И почему и как, то здесь тоже не работает логика. Если рассмотреть поступок Иуды внимательно, то там тоже огромное количество логических несоответствий, которые невозможно просто так объяснить. То есть видно, что он действовал рационально. Если он своего любимого учителя продал за 30 серебряных, зачем это было бросать тогда? Зачем эти драгоценные для себя деньги было отдавать первосвященникам? И есть разные теории по поводу того, почему и зачем Иуда это сделал, но ни одна из них не объясняет всех аспектов его поступка. Никак. И таким образом, в общем-то, действительно, это некий такой вот как раз этот пример является наиболее показательным в том смысле, что грех является иррациональным, значит, не до конца осознанным человеком. Человек делает его по какой-то такой глупости. Очень редко человек совершает осмысленный такой вот грех. Даже если это кажется осмысленным, на самом деле это лишь отчасти осмысленный поступок. Потому что если бы человек знал то страшное наказание во всей полноте, которое он приобретает, свершая этот малый поступок, он никогда бы не совершил этого поступка. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни один человек не пошел бы на грех, зная, что он для себя приобретает в вечной жизни этим поступком. И в этом смысле и поступок Петра тоже далеко не осознанный. Можно отметить, что действительно Иуда более, может быть, как бы более осознанно, он более долго пребывал в этом состоянии. Оно не было таким аффектным, как у Петра. И в этом смысле оно как бы развивалось, в нем прорастало более глубоко и вредило его душе гораздо более. А вот действия апостола Петра действительно кажутся очень спонтанными. Но, тем не менее, очевидно, при всей спонтанности это не было таким абсолютным аффектом. Он действительно так или иначе осознавал либо в начале, либо потом то, что он сделал. Ведь он же не один раз отрекся. То есть это было некое вот несколько раз совершенное деяние. И после первого раза он, наверное, осознал, что с ним произошло. И начал как-то задумываться над тем, а как хорошо или плохо. А не предательство ли это? Да, а не предал ли я Христа? И постепенно, постепенно, но вновь и вновь это повторялось. Было бы здорово, если бы можно было до совершения греха осознать, что это грех. Например, можно не говорить о таких там серьезных вещах, как предательство или убийство, или краже, которая требует определенной какой-то, наверное, внутренней подготовки, вот такой застойности во грехе, развития греха в себе. А вот, например, такие житейские мелочи, как та же злоба, о которой мы сегодня говорили, осуждение, зависть, они тоже спонтанны. Примерно так же, как вот апостол Петр повел себя во дворе. То есть это буквально реакция. Это вот что-то где-то ты услышал, что-то произошло, и ты просто отреагировал грехом. Почему? Почему нет возможности осознать грех до того, как ты его совершил? Как нет возможности? Разве не дал Господь разум человеку? Это же инструмент, который необходимо использовать именно для этого, а не просто так хранить на полке для того, чтобы нолики в единички перегонять. Разум человеку дан для того, чтобы анализировать и свои поступки, и свои решения, и свои деяния какие-то. Если мы будем использовать разум только в целях, так сказать, научного дискурса, то, простите, грош цена такому разуму. Он не более разумен, нежели искусственный интеллект. Человеку дан его разум для того, чтобы человек действительно занимал его еще и теми проблемами своей жизни, как стать лучше. Но если я вот раз отреагировал таким образом, второй раз так отреагировал, пятый и десятый, но в конце концов следует задуматься так. Это вот просто некая ситуация жизни. Я вот сейчас вот так живу, я не могу по-другому, потому что, ну, просто там какие-то факторы внешние, возмущающие, которые не дают мне реагировать иначе. Я ничего не могу сделать с собой, ничего не могу сделать с ситуацией. Ну, значит, нужно просить прощения каждый раз за это. Значит, нужно просто молиться Господу, чтобы Он, войдя в мою жизнь, что-то поменял в ней принципиально, чтобы я смог из этого замкнутого круга вырваться. А быть может, я, рассматривая обстоятельства своей жизни, увижу выход из этой ситуации. Или Господь укажет с моей просьбой, по моим молитвам. Либо действительно он так вот откроется, скажем так, мне так или иначе. И вот человек находит способ не раздражаться, не злиться. Либо, может быть, меньше общаться с тем человеком, который раздражает. Или по-другому относиться к нему. Или предъявлять требования иные к себе или к этому человеку. И так далее. И вот таким образом человек анализирует свои поступки на исповеди. Таинство исповеди у нас в православной церкви, оно такое довольно, в некотором смысле, своеобразное. Ведь мы периодически приходим на исповедь, стараемся приходить как можно чаще исповедоваться. Раз в неделю, раз в две недели. И получается, что человек, периодически приходя на исповедь, называет, как бы, казалось бы, одни и те же грехи. И зачем это нужно, возникает вопрос у некоторых людей. Это нужно именно для того, чтобы, оказавшись вот в этих вот сетях греха, человек осознавал каждый раз, что это ненормально. И каждый раз, как бы, говорил себе и Богу, что, да, я вот нахожусь в каком-то таком вот болоте, в каком-то замкнутом круге, но я не признаю это нормой своей жизни. Да, я вот раздражаюсь на соседа, например. Но это ненормально. Да, у меня там какой-то конфликт с каким-то человеком. Я против этого, я хочу как-то от этого избавиться. Господи, помоги мне. Да, это как бы длится, может, какое-то длительное время. Я не признаю это нормой. Я хочу с этим бороться. И вот это является важным. И человек не просто внутри себя отказывается признавать это нормой своей жизни. Он к Богу обращается и просит его помощи. Господи, помоги мне от этого избавиться. Вот, собственно, таким образом я думаю, что нужно бороться со своими неправильными аффектными реакциями. Потому что они повторяются. И их нельзя искренить сиюминутно. Но их нужно искренить методично. Каждый раз. Раз в неделю, раз в две недели. Исповедуясь. И в течение каждого дня предпринимая какие-то действия к тому, чтобы справиться. Ну, ставить себе такие акценты, что в такой ситуации я могу себя повести вот так. И мне нужна новая реакция нужна на это, чтобы я повел себя правильно, а не как обычно. Если пример апостола Петра – это пример человека, который, получается, как бы низко даже не пал. Да? Потому что предать Бога – это достаточно серьезный поступок. Как бы низко не пал, все равно можно подняться и вернуться обратно к Богу. Потому что пример апостола Павла для нас – это пример человека, который был атеистом, по сути. Ну, атеистом относительно Христа. Был фарисеем, был правоверным иудеем. Но для наших реалий, наверное, больше подойдет слово атеист. Нет, для древнего мира, кстати говоря, именно атеист в данном случае и верно. Потому что атеистами, то есть безбожниками, называли не тех людей, которые ни во что не верят. Такого в принципе не было. В древности такого представить себе не было возможности. Безбожниками называли тех людей, которые не верят в христианство. То есть кто не христианин, тот безбожник. Значит, апостол Павел был атеистом. Да, безбожником. Да. И вот он для нас пример человека, который из атеистов стал глубоко верующим человеком, проповедником христианства и крупным миссионером по всему миру. Да, это, скажем так, как будто бы некое разнонаправленное движение апостола Петра и апостола Павла, сходящееся в одном направлении ко Христу. Некий такой парадокс или антиномия, которая вот в празднике Петра и Павла закрепляется как общеприемлемое для церкви и вот в том и в другом проявлении. То есть оказывается, что любовь ко Христу, она может быть совершенно разная. Но главное в этой любви – это энергия силы и движения, которая направлена от греха к нему в любом состоянии. Апостол Павел, действительно, будучи соучастником убийства первого верховного… Первомученика. Первомученик, архидиакона Стефана, и сам, пылая ненавистью и злобой по отношению к христианам, стал истинным апостолом. И тут тоже вот, к слову сказать, очень интересное. Есть из древней христианской такой практики толкования сочинописания, очень интересный образ, который ныне забыт. Имя апостола Павла, перемена имени апостола Павла может толковаться в таком интересном контексте. Слово «савл», имя «савл» означает «испрошенный», это традиционный перевод, но также оно может пониматься как и испытание, искушение, тревога. И вот апостол Павел сначала был «савлом», то есть причинял тревогу церкви, а потом стал «паулом». И от слова «паула» – «пребывать в покое», пауза русская от этого тоже. И таким образом, как бы перемена имени символизирует собою его внутреннюю перемену, потому что вера наша есть мир, и проповедует мир, любовь и успокоение в этом мире. И таким образом Павел из вот этого вот притеснителя, гонителя искушения для церкви стал успокоением и утешением для всего тела Христова. Очень удивительный пример такого же пылкого стремления проповедовать Христа. Последний вопрос у меня на сегодня. Скажите, значит ли пример апостола Павла для нас, что и у неверующего человека есть возможность прийти к Богу, и он не потерян для Царства Небесного? Очень важный вопрос, Александр. Каждый человек, доколе жив, имеет возможность покаяться и спастись. Об этом нам, христианам, нельзя забывать. Потому что часто мы, слыша эти слова, абсолютно известные в христианском мире, забываем об их истинном значении. Если мы видим человека неверующего, сокрешающим, и у нас возникает соблазнение сказать, о, этот человек все, это ему вообще просто ужасный человек. Нельзя так себя позволять делать. Потому что, вспомним апостола Павла. Гонитель, убийца, страшный злодей. Превращается в великого первоверховного апостола. Мы не знаем, какова судьба и участь любого самого подлого и самого низкого по своей жизни ныне человека. Мы можем верить, что Христос и его душу может привести к покаянию, к спасению. Другое дело, конечно, с человеком, который закончил свою жизнь в грехе. И в этом смысле мы имеем критерии, которые позволяют нам говорить о том, достойна ли его жизнь Царство Божие. Ибо блудники, развратники, пьяницы не наследуют Царство Божие. И вообще, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Божие. И кто не будет есть тело и крови Спасителя истинного, тот не наследует жизни вечной. И в этом смысле, если человек в этой жизни, пребывая в грехе, не успевает покаяться, то это, конечно, для него является фатальной ошибкой. Отец Андрей, минуту до конца эфира, поэтому прошу у вас краткого слова на путствие нашим телезрителям подведения итогов нашей программы, в которой мы обсуждали апостолов Петра и Павла. Раскрыли многие аспекты их личности, их деятельности, но еще больше, уверен, не раскрыли. Дорогие телезрители, я желаю искренне всем нам никогда не отчаиваться на нашем христианском пути, имея перед собой такой блистательный пример святых первоверховных апостолов Петра и Павла, никогда не забывать, что все мы призваны проповедовать имя Христова в мире. И если вдруг на нашем пути случаются какие-то скорби, трудности, испытания, отпадения или тяжелые грехи, никогда не забывать о том, что Бог и Петра принял покаявшегося, и Павла Гонителя ввел в число апостолов. Также и мы, покаявшись перед Христом, имеем упование и надежду прибыть в Царствие Его всегда. Аминь. Спасибо большое, отец Андрей, что сегодня с нами общались, отвечали на вопросы, обсуждали эту важную для всех нас тему. Это была программа «Беседы с батюшкой». В гостях у нас был проректор Московской Духовной Академии по лицензированию и аккредитации, священник Андрей Лысевич. Ну и я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»